Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Юрий Пузыревский. И в этом коротком видео я поделюсь с вами своим мнением о книге Сергея Горина «Опробовали ли вы гипноз?» Часть вторая по письмам, плюс часть вторая по письмам читателей. Что могу сказать об этой книге? Мне на самом деле очень нравятся книги Сергея Горина. Почему они мне нравятся? Потому что они очень простые. Он пишет книги про НЛП и он пишет книги про гипноз. И вот эта простота, она проявляется на самом деле во всем. И это одна из самых простых книг по гипнозу, которая может вообще вам встретиться на нашем, скажем так, русскоязычном пространстве. Чем она хороша? Потому что автор сам русскоязычный. И книга написана, ну скажем так, под наш менталитет. Очень много в ней стенограмм. То есть ввелся тренинг и потом просто расшифровывался. И вот эта книга, она приближает вас к, знаете, к чему? Она приближает вас к самому тренингу по гипнозу. То есть если начать ее читать так глубоко, вы будете как бы погружаться и оказываться, вы будете как будто оказываться на семинаре по гипнозу. И это тоже очень прикольно. Я во всяком случае такой эффект от этой книги испытываю. Множество, множество классных упражнений и множество классных примеров. Я обычно, когда веду модули по гипнозу, некоторые упражнения беру отсюда, потому что они действительно действенные, они действительно, и они прикольные. Что могу еще сказать про автора? Автор обладает таким своеобразным специфическим чувством юмора. Ну, мне это чувство юмора очень нравится, да. Там и темы, и шутки на тему секса, и взаимоотношения мужчин на женщина. Очень классно и, на мой взгляд, одна из, ну, таких добротных, хороших книг для широкого круга читателей. Если вы изучаете NLP, если вы изучаете гипноз не как гипнотерапевт, да, где нужна там глубина, медицинское образование, а если вам нужен гипноз для бизнеса, если вам нужен гипноз для прокачки своего, ну, скажем, для прокачки своей коммуникативной способности, вот эта книга, она будет для вас, и она будет рассказывать о многих-многих процессах. Плюс вторая часть по письмам читателей, здесь есть такие хорошие докрутки о том, как использовать гипнотические шаблоны, допустим, в переписке, да, как этим пользоваться, как использовать такие правила, как Аида, да, в трансовом наведении, как использовать гипноз в рекламе. Поэтому, друзья, ну, поставлю этой книге пять. Пять без плюсика, просто пятерочка. Потому что на свой уровень эта книга просто потрясающая. Она действительно без лишних усложнений, она достаточно упрощена и не требует каких-то дополнительных знаний, навыков о гипнозе. Да, единственное, что прочитав эту книгу, вы не станете хорошим гипнологом. Вам нужно хотя бы сходить на какой-нибудь небольшой тренинг по гипнозу, где вам специалист поможет, объяснит, покажет, просто продемонстрирует, как происходит, как наводится транс, как за ним наблюдать. И на самом деле книга разложит вам многое по полочкам. Ну, а на этом у меня сегодня все. Пробовали ли вы гипноз? Подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Пузыревский. Редактор субтитров А.Семкин